мы переходим к новой теме лидерство в команде и отношение к этой теме может будет неоднозначно потому что с перспективы отдельных людей говорить о командном лидерстве можно лишь в контексте где это прижилось где это существует и в общем-то люди в своем менталитете не исповедует монолидерство командное лидерство а вот в нашем окружении все строится на теории великих людей которые самостоятельно принимают решения самостоятельно несут ответственность за достижение или неудачи ну и в общем-то не видели мы что существуют примеры командного лидерства и не верим что это возможно но на самом-то деле существует футбольные клубы футбольная команда существует команды творческие коллективы существует команды из по интересам вот и существует целая наука которая изучает такое явление возникновения существования функционирования команды и даже смерть команды потому что команды завершают свою функцию свою цель и они распадаются кому важно понимание принципов работы команды и понимание командного лидерства ну всем кто работает в составе команд советов директоров группе управленцев в творческой группе группе церковного служения и вообще-то даже небольшой коллектив в коммерческой организации можно рассматривать как команду мир людей это мир групп и многоразличная деятельность человека она осуществляется во взаимодействии с другими людьми вот сообща людям даже талантливым посильно достичь намного больше чем по одиночке на протяжении последних лет современной теории управления стало больше и больше уделяться психодинамическим осмыслением лидерство которое проявляется во взаимодействии лидера и последователя в команде и вот под влиянием современных исследований христианские авторы в свою очередь например стали говорить о концепции команды вместо церковного комитета стали говорить о команде пресетеров о например стали говорить о церковной общине как о команде ну и конечно же в сфере бизнеса и предпринимательства и в сфере управления педагогических коллективов других коллективах о команде очень часто идет речь давайте мы с вами согласимся с тем что не каждую группу людей можно назвать командой и вот что отличает команду людей от группы людей ну вот группа людей это некая общность людей объединена ну какими-то общественными признаками с более широкими задачами а команда это объединена специфическими признаками из конкретной цели задачи вот группа людей которая просто оказалась по стечении обстоятельства одной аудитории это группа людей но не означает что это группа людей имеет общую цель общую задачу и что-то хочет совместно сделать принадлежность группе принадлежность группе может быть по причине преследования личных интересов а принадлежность команде прежде всего предполагает ассоциирование с целями задачами всей команды принадлежность команде приносит какое-то удовлетворение от осязаемых результатов которые мы достигли вместе с командой и вот возможно и удовлетворение от той эмоциональной атмосферы которую мы сообща смогли создать существуют команды которые не являются командами они могут даже о себе заявлять что не является команд но это псевдо команды эта группа людей которая объединяет индивидуумов которые каждый из них заинтересован в собственных каких-то целях и интересах думают о своей деятельности каждый старается выполнить в общем-то свою задачу указывая при этом на недостатки других из-за них у меня ничего не получается и очень редко в такой группе людей можно услышать местоимение мы ура мы сделали псевдо команде один против всех и каждый сам за себя можно говорить о том что группа людей является но в какой-то мере потенциальной группой чтобы из этой группы людей можно было бы сформировать команду или она стала командой ну вот в потенциальной группе расположенной командному лидерству вообще-то собранные люди которые предрасположены к общей деятельности да я в принципе не против работать с игорем с натальей почему бы и нет уважая его компетенции его опыт сообща у нас что-то бы получилось однако неясность общего видения цели и задач нехватка ресурсов не позволяет нам вообще заняться каким-то общим делом но вот мы побыли вместе какое-то время нам приятно друг другом находиться периодически встречаться но так мы не стали командой потому что у нас не было даже практики взаимодействовать вот мы остались просто группой людей во время перерыва у меня спрашивает студент из присутствующих ну вот а каким образом можно создать команду и какие условия для того чтобы можно было бы организовать и создать эффективную команду и мы постараемся дать ответ на этот вопрос но прежде всего я хотел бы поговорить с вами о процессах и стадиях формирования команды во первых это процесс начинается с чего ну комплектование команды иногда окажется вот люди собрались вот они уже здесь есть но вот давай мы сформируем ну а как формируется даже группы людей ну возраст пол темперамент характер умение ценностной ориентации ну вот как-то люди из уже сообща собрались они сообща что-то могут предпринять и сделать но иногда комплектация происходит ну такая точечная вот при формировании спортивного клуба команды футбольный клуб нужны защитники полузащитники а если взять футбольный клуб как вообще команду а нужны управленцы медицинский персонал финансовые специалисты маркетологи вот юристы и приглашаются люди со специальностью и плюс какие-то должны быть другие у них качества компетенции которые позволяли бы определить да это вот вообще-то тот человек которого стоит пригласить в команду ну представьте собрали мы группу людей ну естественно необходим период знакомства становление межличностных отношений становление ну вот общего такого кругозора но с кем я нахожусь рядом чтобы узнать лучше друг о друге ну знакомства этот период тоже может занимать определенное время но для того чтобы группа людей познакомившись друг с другом могла взаимодействовать то происходит в какой-то мере институализация то есть разработка правил игры ну по крайней мере определение что мы приходим вовремя давайте договоримся то что на совещание на встречу мы приходим вовремя а это вот определенные ценности а давайте мы периодически будем встречаться и пить чай ну вот как это организовать ну кто-то организовывает столовые приборы кто-то организовывает значит подготовку столов к трапезе кто-то покупает продукты ну вот организуем мы чай и разрабатывается какой-то регламент что мы делаем что мы не делаем как мы делаем ну от простых посиделок и хорошего времяпровождения нам приятно быть вместе команда она в общем-то должна выйти на уровень того а чтобы мы вместе познакомившись друг с другом могли осуществить и вот здесь вопрос что мы вместе сообща хотим сделать здесь происходит формирование общего видения следующий этап то есть понимание привлекательное в то же время достижимого будущего которого можно прийти сообща естественно в команде необходимо в какой-то мере провести такое позиционирование членов команды кто чем занимается распределить роли обязанности и конечно сильная команда заключается в том что мы уважительно относимся к каждому человеку понимая что он является ну вот значимым человеком в нашей команде ну а потом вообще-то стадия совместной работы по циклу планируем что-то сделать осуществляем подводим итоги определенную рефлексию и естественно в этом процессе кто-то входит из нашей команды кто-то новый входит она видоизменяется в этом процессе может быть какие-то новые ценности новая культура наша корпоративная меняется может быть меняются наши цели задачи ну вот вообще-то общие контуры процесса и стадии формирования команды о некоторых командах говорят что они настоящие настоящая команда настоящая команда это команда которая объединяет людей у которых есть общее видение которые налаживают взаимодействие вводят критерии общего успеха подотчетности они очень щепетильно относятся к участию каждого человека и активности каждого человека в жизни команды и оценивают взаимодействие вклад каждого человека настоящая команда это не просто сумма ресурсов умений компетенций активного вовлечения но команда совместно еще и принимает решения настоящая команда в которой есть командное лидерство где есть общая разработка видения целей стратегий реализация и подведение итогов ну естественно на каком-то этапе может быть даже на всех этапах кто-то общепризнанно является ну вот лидером команды потому что всегда в любом в любой ситуации кому-то нужно быть ответственным за определенные процессы чтобы держать командный дух в том тонусе чтобы в действительности команда могла быть эффективной есть ряд принципов работы в команде один из самых значимых и общепринятых в литературе и на мой взгляд проверенных в практике жизни доверия вот говорят там с кем пойти в разведку это о чем об ответственности о компетенциях и о доверии на кого можно положиться кому можно доверить в общем-то свою жизнь особенности вот в условиях военных принципом эффективной работы команды является коммуникацией вза взаимодействия обмен информацией инструментами если бригада строителей вышла на тот уровень что в общем-то у них есть набор инструментов но не у каждого штукатура свой мастерок хотя это в общем-то и неплохо но в принципе если кто-то забыл они могли там дать вот значит есть команда то есть даже в каких-то ситуациях они могут делиться инструментом знаниями находками своими идеями человек который не чувствует себя комфортно в команде он никогда не скажет определенные инновации а вдруг у него украдут а вдруг ему слава не достанется он постарается уйти где-то может быть вне команды внедрить там инновации если человек чувствует себя частью команды и дело общее для него важно то он говорит слушайте у меня есть эта идея вот изобретение давайте на общее благо пойдет в эффективной команде есть сопричастность общему делу дружном говорим идем и все идем дружно говорим что будем посвящены на определенный срок с божьей помощью осуществить то-то но каждый вкладывается сопричастность общему делу в команде в жизненных ситуациях всякое бывает бывает и недоразумение бывает конфликты по тем или иным причинам межличностные конфликты конфликты которые возникают при прогнозировании будущего проекта подведение итогов ситуации множество так вот команда принимает активное решение в обсуждении конфликта что произошло что не так если команда боится решать вопросы конфликтные и говорит ну конфликтный чек убрать конфликтная ситуация за мнём не будем об этом говорить потому что если поднимем то ну вы знаете какие мы мы разругаемся и все настоящая команда она сможет решать эти вопросы ну и конечно же обратная связь это когда люди ведут диалог когда есть рефлексии когда они смогут говорить друг с другом что у тебя получается что не получается как я могу тебе помочь что тебя мотивирует что мы делаем не так с твоей точки зрения как бы мы могли создать лучшее комфортное условие для тебя иными словами существует команда образующее поведение доверие друг другу смело без страха конфликта участие в обсуждении противоречивых идей преданность совместно принятым решением подотчетность при выполнении согласованного направления действия ну и фокусирование на групповых достижениях команда должна развивать доверие она не дееспособна без доверия внутри команды это очень важно вот наибольшее препятствие для создания доверия является нежелание быть откровенным нежелание признать свое бессилие свои неудачи свои сомнения свои затруднения говорить о своей личной жизни в пределах разумного и допустимого и уместного иными словами доверие это свобода раскрепощенность членов команды говорить о своем положении дел я доверяю людям вот на мой взгляд команды часто соприкасаются с ситуацией когда происходит обсуждение идей и взброс каких-то предложений вот если все что разумно мы слышим только от лидера команды это не командное лидерство но если идеи которые принимает команда они происходят от различных членов команды это означает командное лидерство то есть кто-то высказывает идею все оценивают а классно берем на вооружение уклончивые комментарии такие завуалированные оценочные реплики это индикаторы дисфункции когда например обсуждается проект ну и дипломатично никто не говорит что на самом-то деле проект бесперспективный но боятся открыто об этом говорить чтобы не обидеть человека но это еще не настоящая команда она неэффективная потому что эффективная команда она наоборот приветствует если кто-то видит что здесь допускаем ошибку говорите сразу чтобы мы зря не тратили время не останавливались не топтались на месте многие не вступают в конфликтную такую вот дискуссию потому что имеют собственные позиции и все принимают на свой личный счет я в команде но у меня есть такой свой мир который лучше я бы оставил вот таким закрытым предложу идею отклонят ее лучше я не буду предлагать то есть бывает ситуация что в команде есть благоприятные условия но каждый член команды еще должен тоже обладать определенной мудростью и определенным разумением и умением быть частью команды чтобы быть в действительности эффективным то есть эффективное лидерство предполагает эффективность каждого человека и в совокупности всех вместе команды периодически принимают решения заданный курс ставят цели давайте сделаем давайте но периодически происходит вот что через определенное время часть людей отсеялось а часть людей говорят а мы изначально знали что это неправильно так а чего вы вообще-то принимали решение ну а вдруг получится и здесь мне кажется люди которые понимают и разумеют работу команды они должны брать на себя определенную ответственность и определенные риски и даже быть готовым что ошибки вполне допустимы более того если настроиться что каждое решение будет безошибочным то это в общем-то настроиться на такую иллюзорную жизнь если настроиться на то что часть небольшая наших решений будет верно тогда творческий потенциал и возможности к тому что люди начнут высказываться предлагать идеи будет неограничено говорят что успех силиконовой долины объясняется тем что культура среди инновационных предприятий такова что люди в общем-то предлагают проекты и рискуют предлагать разрабатывать какие-то концепции с большим кажется коэффициентом вероятности что в конечном итоге успешным он не будет но из-за того что этих идей многие и они приветствуются и принимаются на вооружение то есть такие проекты и такие идеи которые оказываются потом золотыми во всех смыслах этого слова приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступным поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv семинари точка ком команда должна выработать культуры такой корпоративной общей ответственности подотчетности вот в команде может быть исполнение индивидуально мы собрались инженер механики инженер технолог там я не знаю инженер дизайнер давайте сделаем проект хорошо договорились вот здесь должна быть общая подотчетность как там у тебя дела идут из-за тебя у меня что-то приостанавливается ты недостаточно выжил что мог бы предложить подотчетность это нормально и хотя исполнение индивидуальное успех или неудача общее и здесь нужно просто настроиться и в общем то принять некую установку это часть реалии жизни команды когда по совокупности мои неудачи перекрываются хорошим исполнением другого или по совокупности мое прекрасное исполнение вытягивает моего другого там члена команды и балансируется общие показатели команда должна развивать культуру корпоративного успеха причем с самого начала совместное планирование реализация этих планов и оценка результата очень часто в командном лидерстве делается упор на совместное достижение командой какой-то цели ну вот вопрос заключается может ли команда поставить как измеримый показатель успеха в то что сама команда стала лучше слаженней с большим доверием и с лучшей атмосферой внутри команды и получается что команда не только которая достигает общей цели но и которая преображаются становятся лучшее лучшее и более эффективное внутри команды когда работают разные люди ну в зависимости от ее размера естественно стоит задача каким-то образом воздействовать на членов команды чтобы они были вовлеченные и мы об этом будем с вами говорить это очень важная тема вовлечение очень часто подход таков ну не хочет заставим принудительный а принудительный он какой можно договориться морковкой или палкой кнут или пряник ну договоримся от здельщины но это не не часть команды это человек который временный он здесь поработал потому что имеет определенные свои интересы или если мы смогли восполнить его интересы ну может быть и ему хорошо и нам хорошо но это промежуточный вариант на пути к настоящей команде можно создать условия в которых члены команды работники коллектива сами себя будут мотивировать ощущать удовлетворение потому что они подключились к видению к ценностям им приятно работа с этими людьми они ощущают что они в этом коллективе воспринимаются как ценные люди их нужды удовлетворяются с их мнением считается их вовремя и соответственно с заслугами отмечают благодарят у них есть возможности к их потенциальному росту это вот совсем новый уровень тех условий которые нужно стремиться чтобы их создать давайте теперь мы в завершении еще раз проговорим об эффективном командном лидерстве и о поведении лидера в этой команде во-первых командному лидеру нужно удерживать команду сфокусированной на задачи на общей задаче он занимается тем что бережет такой командный дух у него нет любимчиков ну и тех людей которых он не хотел бы видеть в команде командному лидеру нужно беречь людей и создавать доверие внутри команды командный лидер ответствен за формирование уверенности оптимизма должного уровня мужества и смелости среди членов команды естественно он должен показывать свою профессиональную компетентность необязательно он должен знать больше уметь лучше но тем не менее он должен обладать достаточным уровнем знаний и компетенций и быть человеком по своему характеру и нраву таким чтобы его уважали иногда очень сложно договориться о приоритетах потому что пять идей которые были высказаны и пять проектов которые на столе если этих пять проектов предложены членами команды то какой будем первый проект реализовывать иногда сложно договориться и командному лидеру приходится в общем-то принимать решение ну давайте вот начнем с этого и конечно же от его умений убедить объяснить кого-то попросить внять его предложению это очень великое дело командное лидерство предполагает также определить качество исполнения все равно в лидерстве мы выходим на определенный уровень того что мы говорим вот цель достигнута достигнута хорошо или есть промежуточные какие этапы достижения цели существует и распространенные ошибки при организации работы лидера членов команды ну вообще в команде бывает сбои иногда слишком тесное взаимоотношение в команде ну вот такие по-небратски бывает в команде есть два друга которые друг с другом в общем-то могут они могут пошутить они могут в общем-то ну что-то сделать такое экстраординарное и все равно продолжать быть друзьями другие люди не привыкли к этому ну вот они хотели бы выдерживать определенную дистанцию уважать их определенную личную дистанцию очень неправильно было бы команде приняв решение что-то осуществлять если каждый бы следил друг за другом как он там чем он занимается ну если собралась группа профессионалов то подождите договорились я занимаюсь своим делом ты занимаешься своим давай периодически встречаться или как-то мы ну не надо стоять у меня над плечами тебя что своего дела нету микро менеджмент губит всякую всякий оптимизм понятие происходящего на свой счет ну есть какие-то неудачи ну наверное это все из-за меня вот я тут помеха если бы я ушел там наверное было все лучше может быть несоответствие требований которые мы предъявляем люди людям мы хотим иногда от других больше чем сами можем достичь абсолютной дисциплины абсолютной посвященности альтруизма во всех отношениях ну вот мне кажется мы должны быть тоже реалистами и знать что не все люди находятся в той или иной стадии в общество своего жизненного развития и духовного развития профессионального роста когда в команду приглашаются друзья на работу принимаются знакомые родственники то создается прецедент того что вообще то уже существующие члены команд говорят ну наверное нас скоро будет менять потому что здесь уже создается новая команда потому что когда приходят родственники и друзья в команду то естественно если вы пока тут создаете микроклимат то уже с родственником и с другом уже этот процесс давно прошел и естественно намного проще вести дела переговоры договориться и вы можете переключаться на этих людей ну и конечно же в команде недопустимо воспринимать других членов команды может быть тех которые ну как бы относятся к вашим определенным полномочиям в подразделении рассматривать как соперников а вот он скоро подрастет и займет мое место а вот он будет часто предлагать идеи если я его буду идеи поддерживать то только тогда его будет слушать но это уже вот этические такие моменты ну и в завершении нельзя говорить о командном лидерстве о работе команд не упомянув о том что команды не только зарождаются развиваются и существуют они и умирают это нормально иногда ненормально когда были допущены какие-то ошибки не все эффективные команды существуют беспрестанно то есть команда выполнила свою роль свою функцию достигла своих целей и все можно расходиться это как партизанский отряд война закончилась это как например бригада строителей поработали построили разъехались все это как молодежный трудовой студенческий отряд хорошо поработали ну завершилась совершился проект высокоэффективные команды однако не прекращают свое существование и не начинают вести борьбу за распределение ресурсов высокоэффективные команды при прекращении своего существования даже могут умирать с показателем высокоэффективная команда они начнут делить славу достижения распределять ресурсы так чтобы было всем очевидно это не команда это люди в обще то преследовали свои интересы и подстраивались а вот в данном моменте все стало на свои места высокоэффективные команды они при том при той ситуации когда они завершают проект заканчивают свой цикл существования они распадаются как команда но при этом остается хорошими друзьями и может быть даже при расформировании выходит новый уровень взаимодействия возможно кто-то из них создает совсем другие уже проекты набирается опыта периодически встречаются и говорят о том что было достигнуто на мой взгляд в командной работе всегда определяющим фактором является вот ценностный фактор какие ценности у этой команды и вокруг ценностных мировоззренческих аспектов организовываются люди вокруг каких-то общих идей иногда команды хорошие эффективные организовываются вокруг достойных людей иногда формируют команды и в обще-то сильные люди хотя у них злые намерения то есть природа формирования существования развития деятельности команды очень многолика но это предмет дальнейшего осмысления и каждый из нас имеет свои соображения исходя из нашей жизненной практики и в это не Субтитры создавал DimaTorzok